бронированное стекло. Нет, это наш друг научил. Одна из моих любимых игрушек была в детстве. Вот эти детали вам нравятся? Вот как закрываются окна. Ты знаешь, что это такое? И, конечно же, комод из самого известного фильма, который можно сказать в Армении. Как называется? Танку нашего детства. Друзья, Пончик-Мончик оказался возле нас, совсем рядом. Тустые. Тустые? Грудь, смотри. Сюда, сюда, сюда. В туннеле, который ведет к военной базе. Маленькая Глена. Потому что в Гюмрии потеряла телефон. Шашлык. Танюшка, малышка, ну как ты погуляла в Гюмрии? Отлично погуляла. Я тоже отлично погулял. И хочу сейчас зайти в наш гостевой дом, показать быстренько, не в деталях все, а завтра с утра уже покажем, уже в деталях. Во-первых, посмотрите вот этот комод. Да, люди приходят и просто фоткаются возле этого комода. Я хочу тебе сказать, что этот комод из очень известного фильма, который называется «Танго нашего детства». Гостевой дом называется «14», а это номер гостевого дома. Мы по-любому оставим все, что связано с этим гостевым домом в описании. Вы уже сами напишите, позвоните, придете, увидите. Все сигналят, нам проезжают просто. Блогеры приехали. Все, 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 друзья. Ладно, малышка, открываем. Гюмрии на самом деле очень гостеприимный, дружелюбный город. Смотри, ты это видел и испугалась. Я это видела, но я сейчас все равно даже испугалась. Это нам сказали, что это из непробиваемого стекла. Там можно стоять, прыгать, что хочешь. Короче, туда не ломать. Не ломается! Успокойся, да? Я хотела просто слегка сказать. Ладно, заходим. Все, давай, быстрый обзор. На, проходись. Быстрый обзор. Прохожусь. Друзья, сразу хочу сказать, если вы смотрели наше видео с Европой, мы очень любим, чтобы была кухня. Тут тебе плита, умывальничек. Вся посуда, я уже все посмотрела. Ага, не в деталях. Ладно. Давай, меня покажешь, я буду рассказывать. Давай, хорошо, вперед. Кухня. Все есть. Завтра, позавтра, чем будет? Дальше идем. Ванная комната. Иди сюда. Тоже очень крутая ванная комната. Ванная комната есть. И реально очень крутая. Вы сюда смотрите, как в деталях все описано. Да, вы сюда смотрите, что халат в деталях. Это выше-то даже? Да, два, три, четыре. Четыре халата. Фен. Будешь сушиться. Да, обязательно. Дальше идем. Дальше отсюда включается. Давай, верхний этаж сначала, да. Иди сюда. Я здесь. Вертевая. Можно на диване поваляться, попить кофе, посмотреть телик, отпишаться. Кондиционер. Есть. Работает. Идем. Вот он. Я даже забыл. Вот он. Идем. Тепличка прикольная. Это такое название. Гостевой дом 14. Кстати, 14 это один из моих любимых цифр. Да. Чисел. Чисел. Здесь. Ой, как тут свежо. Подожди, знаешь, как? Идем вниз. Это спальная комната. Танюшка тут может прихорашиваться. Это включать-выключать подсветку. Комод для того, чтобы ты прихорашивалась. Да. Постель. Есть. Классная кроватка, да. Плюс к этому есть еще лежаки. Если вы пришли с количеством, например, двое тут спят, двое тут спят, двое на диване спят. Понятно. Тут можно спать. Шесть человек. Легко. А это то, что я показывал. Выход в это окошечко. Да, это окошко. Это непробиваемое стекло. Бронежилет. Вообще, как придумали. А это, знаешь, что? Чтобы молоть пшеницу. Да ты что? Тут даже это здесь поставить. Да, даже есть. Смотрите сюда. Так. Делаем так. Чик. Чик, все. Некто нас не видит. Начинаем. Ставишь тут. Тут, конечно же, я думаю, какой-то потайной ход. А, нет. Тут запасные платья. Запасные одеялки. Тапочек. Сколько хочешь. В общем, все-все-все. Однораска. Всего прям в досталь. Досталь? Да. Это что? Это шкаф для вещей. Друзья, я вам что хочу сказать. Даже тут все в логотипах. Понимаешь? Все вышито. Все индивидуально. Очень прикольно. Друзяшки, я хочу сказать. Ара, не перебивай. Как меня перебиваешь постоянно? Это. Встал, ножки поставил. И кайфово. Тебе тепленько. Вундочку. Что ты хочешь сказать? Я хотела сказать, что здесь сейчас очень даже прохладно. Ага, стой тут. И летом здесь прохладно. А зимой в этом помещении очень-очень жарко. Это раз. И когда вы тут спите, вы если очень боитесь темноты, вы можете сделать так. И вам будет счастье. Да, и такие подсветочки пошли по потолку классные. Да, с той стороны, с этой стороны. Прикольно, согласна. Все, малышня. Друзяки, как говорит Великий Охоп. Великий Охоп говорит вам спасибо. Спокойной ночи. Встретимся утром. Продолжим обзор. Малышка, доброе утро. Доброе утро, да. Париват, париват. Как тебе спалось? Мне хорошо спалось. Караватка очень мягенькая. Ой, тут можно уже открыть, кстати. Да, но уже можно открывать. Классно, это бронированное стекло. Да, да, да. Тут уже детальки уже видны. У меня тоже классно спалось. Вот я знаю, что ты мерзляк, а ты взяла все полотенца. Все одеяла. Одеяла, которые можно было. На самом деле мне было жарко. Если честно, так спать очень классно, когда голову прохладно, а тут тебе везде тепло, мягко и комфортно. Ну, мы вот с другого климата, можно сказать, спокойно приехали сюда. Там у нас такая жара стоит, что мы не накрываемся вообще. А тут мы чуть-чуть накрывались, и нам было хорошо. Постелька классная, реально. Очень удобно спать, очень хорошо. Тут провели ночку. Все, поднимемся наверх, расскажем, что наверху творится. Уже приняли душ, уже привели себя в порядок. Вы купались, покальфовали души, все хорошо. По картинкам, которые мы видели, вообще непредсказуемое место мы попали. Мы думали, это какое-то маленькое помещение, где кровать, и где-то тут находится ванная комната и кухня. А оказывается, это двухэтажная. Это нижний этаж, а наверху, соответственно, там кухня и гостевая комната. Поднимаемся наверх, отключаем свет, идем в ванную комнату. Ванная комната, что мне очень понравилось. Мне понравилось большое стекло. Мне нравится, что Танюшка зубы чистит. Из деталей, смотрите, опять же, все принадлежности присутствуют. Гелий, полотенца куча. Тут тоже полотенца. Ватные диски, поворачиваемся душ, душ реально бомбический. И вот такой есть, и вот сверху. И там еще есть эти гель для душа, бальзам. Очень классно. Да, скажи, что есть и гель, и масло. Ну, в общем. Я все сказал, спасибо. И полотенца, как я говорил, раз, два, три, четыре есть. Фен присутствует. Все в одних и тех же тонах. В одном и тем же стиле это очень классно. Нам, короче, тут кайфово, реально. Да? Так, кухня. Включаем свет. Идем смотреть, что тут есть. Чай, чай, чай. Стаканчики, кофе, тарелочки. Это тут. Есть откуда заряжать телефон. И очень важный фактор. Микроволновка. Микроволновка работает. О, грильница. Не. Повсюду мы такое видим. Чайник. Плита. Ладно. В ящичках все есть. Но. Тут даже зарядка есть для телефона, если что. Что внизу. Что внизу. Полотенце. Кофе. Одноразовый. Маккофе. Стаканы одноразовые. Вот. Тут есть джазвэ. Мы сейчас приготовим кофе. Да, я нашел джазвэ. Есть еще. Смотри. Такой кофе хочешь? Обычный. Обычный. Харш. Слушай, тут вообще, конечно, у меня нравится. Я еще этот хочу посмотреть. Там мусорство. Это предназначенное для жизни. И холодильник. Да, мне тоже это очень нравится. А вот эту штучку ты показал? Как называется? Грильница. Ну, пусть будет грильница. Конечно. Я же говорю, не повсюду есть такое удобство. То есть, ну, блин, вообще идеально. Прикол увидел сейчас, друзья. Смотрите, короче, чайник. С такой штучкой, что можно сразу там заваривать чай. Но, так как мы не завариваем чай, мы просто сделаем кипяченую воду сюда и все, включили. А тут можно температуру выбрать, ходим к самому горячую, 90 лет. Давайте, ты кофеек сварил? Да, моя умница. Спасибо. А что за... Ага. Это наш друг научил. Не научил, то есть, а... Нет, это наш друг научил. Я забыл эту традицию. А сейчас возобновляем. Каждое утро включаем армянские боговонии. А как еще называется? Хунг. Хунг. И наслаждаемся этим запахом. Да. Как он любит говорить. Векс, здесь конец всем. А что такого? Это такая традиция. Да, это прикол, да. Классно. Я тоже очень люблю этот запах. Сразу такой. А еще один пив поставишь. Угу. Розенький. Твой красивенький какой. Подожди, не могу взять. Тихо. Давай. Теперь мы будем такие спокойные, равновешенные, хорошие, добрые, чистые люди. Друзья, а теперь я хочу вам показать такую самую, на мой взгляд, нарядную часть. Во-первых, лестница такая вся мраморная, классная. Я хочу повторять. Вниз, вверх. Это два этажа. Во-первых, то, что фотография вообще непонятно была. Да-да-да, мы вообще-то не рассчитывали на такой огромный дом. Да. Во-вторых, часы старинные и рабочие. Это одна из моих любимых игрушек было в детстве. Я очень любил такие часы. Я за ними просто смотрел постоянно. Наблюдал, да. Хотел открыть, как сейчас. Все, я пошла дальше. Смотри. Может быть, нельзя туда лезть. Ты везде залезешь. Ключи, которые их... Заводят. Не заводят. Ну, это и называется. Завести. Настраивают. А, да-да-да. Ты правильно говоришь. Согласна. Друзья, смотрите, вот такая арка красивая. В общем, тут такие крутые детали, честно. Я очень люблю такие дома. Там можно свешиваться. Да, и после. Типа, приехал в Армению. Какой у меня вес? Пишите в комментариях. Мы будем вам отвечать. А мой вес не скажу. Да, я хотела показать. Нет, мы будем в комментариях. Хорошо, хорошо. Так, давай переходим в эту часть. Че-че, часть, часть. Тут сорванцер, видите, классический набор, красивый. Все, что необходимо для воды, для выпивки каких-то алкогольных напитков. Ну, сам сорванцер очень еще и такой крутой. Друзья, я хочу подметить, вот мне очень нравится такое оформление. Вроде бы и лофт, а все в таком старином армянском стиле. Еще, кстати, можно раскрыть диван и еще двоих или троих сюда положить. Да на этот диван хоть восемь положи. Да, большой, согласна. Что за духи я нашел? Это мои духи, это в сумочку надо поставить. Короче, еще есть телик. Вы можете поваляться на диване и посмотреть телик. Мы не смотрим телик, но это дополнительный плюс. Да, согласна. Тут фото-зона. Можно сделать себе фоточки. Да, да, да. Я хочу подметить, что очень классно такое вот сочетание. Да, тут тебе гранатик, тут такой армянский стиль. В общем, друзья, я думаю, мы прекрасно показали дом, чтобы было... Да, я, кстати, сразу это заметила, просто забыла тебе попросить, чтобы ты прочитал. По поводу кухни ты рассказывал. Тоже очень круто. Все есть, поверьте. Тут еще и такая посуда классная. Стаканы такие нарядные, мажорные. В общем, мы очень довольны этим домом. Поэтому, если вам на семью, то вполне себе рекомендуем прям от души. Потому что вдвоем, конечно, это прям шик здесь. Далья Аспад, по Илю Папан Раскалу. Позже, спаси и сохрани этот дом. Попад Хачик. Вот так написано. А тут написано Юра Тунь, 14, как называется этот дом? 14, понимаешь? Как это звучит? Понимаю. Да, мы когда приехали, увидели этот 14. Идем заходить. Да, вперед. Все, погнали. Пишите в комментариях, вот эти детали вам нравятся, вот как закрываются окна. Просто вниз и закрылся. Я обожаю такие мелочи, поэтому я показываю. А вы не видели лицо Танюши? Вот она так показывает. Я говорю, ты ткань, ну дядя, зачем это показывает? Это интересно. Пока. Давай, да, свидану. Ты знаешь, что это такое? Знаешь. Знаешь, вчера рассказывали нам. Буль-буль. Калкар. Калкар, да. Калкар, калкар, калкар. Когда ты сюда воду наливаешь и отсюда выпиваешь, давай ближе, смотри. Да, 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 такой прикол. Это... Ручная работа. Ручная работа. И это создали в Гюмри. Есть даже статуи. Посвящена этому стакану. И он такой прикол-какол. Даже слышно, так прикольно, видите? Мы вышли. Идем в заплаке. А куда идти вообще, не знаю. Я хочу показать окна, какие потрясающие просто, как человек хотел передать действительно старинный стиль. Вот это вентиляция. А, это ты нашел вентиляции, да? И, конечно же, комод из самого известного фильма, который, можно сказать, в Армении. Как называется? Танго нашего детства. Мэй, 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 мэй. Все это сразу знают, да? Друзья, вообще, домик, конечно, просто потрясный, честно вам говорю. Вот такое красивое явление. Это флаг. Да, молодец. Просто эта бомба. Молодец автор этого дома. Все прям... Четко. Все четко. Предаться ни к чему. Привет. Друзья, пончик-мончик оказался возле нас, совсем рядом. Мы минуту прошли. Кстати, локация этого дома, где мы живем, этого гостимого дома, очень хорошая. Итак, по условиям. За сутки, если вы приходите жить там до трех человек, у вас будет стоимость 30 тысяч. С нашим промокодом, промокодом SELICANIA FAMILY, вы получаете 5000 драм скидка. Получается 25 тысяч драм. Не идеально. А если вы проходите шестером, гостевой дом дает возможность вам жить в доме шестером. Вы должны заплатить за сутки 50 тысяч драм. Но с нашим промокодом вы получаете скидку 10 тысяч драм. То есть 40 тысяч общая сумма будет за сутки. И акция будет действовать до 7 января. Так что, друзья, пользуйтесь. Все, что я сказал, будет написано в описании. Прочитайте еще разочек. И обязательно приходите, пользуйтесь. Да. Погнали. Пончик-мончик. Уже мне нравится оформление. Такие столики интересные. Классная эта фасочка, но еще так рано. Да, здесь красиво. Мне нравятся бунтики-мунтики. Я всегда, когда прихожу в какое-то заведение, я спрашиваю у девочки, у официантки или у мальчика-официанта, что у них есть. Я не смотрю меню, а Танюшка любит все высматривать. Я потому, что ты таковаришь, принесите мне на свой вкус. А может, у меня другой вкус, не такой, как у нее. У меня хороший вкус. Вот это пончик-мончик. Слушай, если бы я знала, что такие пончики, остальные завтрак не заказывали. Ужас, они вот такие просто, друзья. Смотри, какие большие. Это что-то с чем-то. Один с заварным кремом, один с нутеллой и один с... Ты читала? С клубникой. С клубникой. Давай, будем наугад. Я думаю, это клубника. Вот это нутелла, вот это заварное. Все там видно. Я видела. Давай, поехали. Половинку ты, половинку я. Я не хочу дождаться того завтрака сначала. Я не хочу так сначала сладкое. Все, ждем пока. Куда ждем? Я не могу так как ты кушать. Давай, на. Еще и плотный. В общем, не зря нам этот пончик-мончик рекомендовали, да? Да. Ну, там они пустые. Пустые? Берут, смотри. А, да, то есть там не так. Я думала, там столько начинки. Этот пустой, реально. Смотри сюда. Точно. Обманка! Да, это, короче, вот так делаешь. Да, то есть, ну, хорошо, что мы взяли, оказывается, остальной завтрак, потому что... Ну, этот пустой реально. Да, да, да. Все. Вот и тебе пончик-пончик. Вот тебе... С клубникой. Да. Сирик Анянов развели. Такое тоже было. Да, давай, ладно, следующий. Я хочу сюда положить. Хочешь съесть уже, да, для начала? Ну, я хочу как-то положить, чтобы было место уже. Вот так сделаю и разделю опять на две части, чтобы у каждого было... Давай, как скажешь. Не, наверное, так и должно, да, кто знает. Мы сильно капризные, может. Вполне вероятно. А что вкусно? Ладно, давай. Что с тобой делать? Подожди, куда уже лезешь? Да. Да. Нет, вкус хороший. Да. Вкус хороший. Вкусно очень, ничего не скажешь. Свеченькая, тепленькая. Знаешь, так и должно быть, да? Потому что прийти, если бы это был реально этот весь пончик. Его бы просто никто не съел. Такая подача. Приятно вам. Приятно. Это сметанка? Да. Благодарим. Тоже хорошая подачка. Блинчик и яичко. Ай, я даже не обратила внимания. И где-то нижняя часть лопаты. Прикол, вообще точно. Вот это новости. Очень интересная подача. Приятного аппетита. Приятного. Как ты поставишь камеру, кто тут все съест? Да на здоровье. Приборов дали столько, молодцы. Каждую тарелочку свой прибор. Ой, да, с такой тарелочки лопатки я еще, конечно, не ела. Ты со сметанкой съел блин? Конечно. Блинчик с мясом, это вообще-то тоже традиционное армянское блюдо. Хотя, признаюсь честно, у нас тоже такие делают. А я особо не церемонию с едой. Как Танюшка любит рассказывать. Я люблю долго есть. Сразу поглощение. Блинчик хороший. Кафе так заполняется. На завтрак. Да, на завтрак. Люди реально приходят завтрак отсюда. Это, считай, центр города. Ну да, центр города и популярное у них место, как я поняла. Да, кончики тут вкусные. Ну и завтрак тоже очень. Да, завтрак тоже крутой. Так, друзьяшки, я попробую яиченку. С ветчиной. Ветчины много положили. Молодцы. Да. Итак, хочу сейчас шоколадную я попробовать. Чего нужно вот так сделать, я понял. Вот так, нажимаешь. Ага. Да. То есть это себе своя система, короче, да? Ну, я так думаю, по-любому вот так. Да, да. Они все вот так специально, видимо. Они опухшие, но они полные там чем-то. Заварным кремом или шоколадом. Ну, они просто эффектно подача-то их делают. Ну, вкусно, вкусно. Эффектная подача и вкусно. Нету обмана, по сути. Вкусный? Ну, ты знаешь. Очень классный. Пончик. Да. Пончиков больше будешь? Да, я хочу пончиков. Все. Я не могу терпеть. Добрым утром. С днем рождения. С днем рождения. Переход хода. Друзья, может быть, это вас удивляет, но мы всегда так кушаем. Мы всегда заказываем разные блюда и меняемся, да, пробуем. Я пробую то, что выбрал АК, и наоборот. Потому что я ему все равно не дам по-другому поесть. Чтобы я не заказала, я все равно очень хочу попробовать то, что у него в тарелке. А я стремился, достиг этого уровня, достичь этого уровня, чтобы дать то, что я заказал. Теперь просто молча. Не хочешь это есть? На, это ешь. Я это съем. Все, кушаю и все. Друзья, это настоящее доброе утро, чего и желаю всем-всем-всем жителям нашей планеты. Ты мне тут только этой нутеллой оставил, только я не могу его разрезать. Возьми руками, ешь. Не хочу руками. Я тебе реально говорю, руками возьми, ешь. Ребятушки, смотрите. Так, или я сейчас вся буду в этой нутелле, или я буду не я. Нет, ты не ты. Ты не скажешь, Класс. Давай разрезай третий пончик. А это не будешь? Я все буду, я хочу третий посмотреть. Может быть, третий самый вкусный, а я уже наемся. Пора же ты разобраться, как с ними действовать, да? Ну, руками, если кушать, будет попроще. Ну, ты будешь весь в этой пудре, представь, если руками. Ну, просто нажимаешь, и они становятся тоньше. Ага. Вот я сейчас боюсь руками. Это моя доля будет. Давай я этот, этот маленький я. Спасибо. Это вообще то же самое, на. Тут весь крем. Ты жадина. Друзья, ну, посмотрите, тут весь крем, он хотел меня отжать. Конечно же, я все вижу. Реально. Приходите и есть пончики. Да, на эти пончики сюда стоит сходить, сто процентов. Не зря нам три или четыре человека порекомендовали их. И все-таки мой фаворит, вот этот ванильный с заварным кремом. Не прошло и пяти минут, а мы успели все съесть. Какой-то плотный завтрак. Да, плотный, очень плотный. Это обошлось там 5.096 драм. Вкусно поели. Смотрите, народу прилично, можно сказать, для этого время. Мы довольны, мы счастливы. И идем показывать Гюмри дальше. Смотрите, и не на одном месте мы уже встречаем вот такие, ну, тут не круг, треугольнички. Разные красивые памятники в Гюмри. Стены расписные. Вот то, что приглянулось буквально с первых секунд, и уже очень нравится. А мужа меня не ждет. Ты думал, я потеряюсь, да? Ты думаешь, не смертная, да? А, мы уже пришли. Вообще, три секунды и наш дом. Все, друзьяшки, мы забежали за кепками. Начинается самое интересное. За нами приехала наша помощница, девочка, гид, которая будет везти нас сюда, сюда, сюда. Которая будет везти нас по самым интересным местам Гюри. Посмотрел, прошел дорогу. Погнали. Приветик, дорогая. Привет. Я извиняюсь, моя машина сегодня не чиста. Мы ничего не видим. Как вообще, как можно? В такие машины вообще не садимся. Музычка сразу. В общем, нам сказали, что мы едем куда-то, но это секрет, нам не скажут. Так что, друзья. Это еще больше интересно. Поэтому уже жмите лайки. И набираем 3000 лайков на это видео. Поехали. Найра, скажите, пожалуйста, как называется место, куда мы пришли? Ой, я не могу переводить. На армянском, скажите. Это называется Пайтадзев Амрот. Крепость Пайтадзев. Ну, Пайтадзев это как стиль такого. А, стиль? Да. И мы идем вот по таким дорогам, потому что тут не предназначены для туристов. Да, то есть это такое скрытое место, о котором даже не каждый местный может быть знает. Вы сможете? Мы в кроссовках. Мы сможем. Чтобы дойти до цели, которую мы преследуем, нужно пройти вот такую дорогу. Тут почти дороги нету. Нет, тут открыто, можно зайти. И никто нам ничего не скажет. Это ненормально? Закрытие. Да, вход. Вход, да. Поэтому они открыли. Друзья, короче, сейчас выйдем, покажем дорогу. Мы случайно не нажалили кнопку, но мы оказались в туннеле, который ведет к военной базе. Там, конечно же, в конце стена. А, вот вижу стену. Думаю, его не надо до конца идти. Страшненько. Танюшка испугалась. Я за нее больше боюсь. Я себя не боюсь. Но это очень классно, очень интересно. Вот видите, куда нас привели? Показали такое тайное место, которое даже в Гюмри не каждый знает. Это здание 1835 года. Да, то же самое возраста, что и Черная крепость. Сумма Полтава 1987 года. Это написали, представь, украинские города. Вот с этой стороны покажу просто, чтобы вы видели, что тут у нас за взгляды. Да, вроде. У нас тут такое оброшенное место. Да. Вот тут можно вот так по крепости пройтись. Меня удивляет реально вот это равнодушие к нашим красивым прошлым зданиям. То, что почему вот не берут, ну, те же самые люди, которые... Бизнесмены, ладно, одним словом, которые при нормальных, приличных бабках. Почему не берут и не реставрируют это здание и не сделают народную достопримечательность? Да. Место красивое. Стоит указать об этом, рассказать всем. А почему просто это заброшенное стало место? Да, задуматься, сколько лет вообще этому зданию, сколько оно уже стоит. Это же очень невероятное. Вот реально можно сделать очень интересное место, чтобы люди приходили, видели и изучали свою историю и не забывали. Ладно, будем надеяться, когда-нибудь придет этот день и все это будет более красиво выглядеть. Да, если бы мы сохранили именно старинную... Как мы вчера были, показали черную крепость. Это вообще замечательное место. Мы не делаем на какой-то современный лавр, а именно оставим все как ехать, только привели к порогу. Танюша, мы еще сливчики, как обычно, что нам повезло, потому что тут обычно все перекрыто. А отсюда не буду снимать, чтобы не видели, что мы снимаем. Так, ребятки, мы подъезжаем к какой-то другой локации, секретной. В общем, в этом месте, чтобы пробраться, тут целая история. Тут Наира договаривается. Да, да, да. Окоп, что-то там открывают. Наира, кстати, настолько пробивная девушка тут. Она со связями, я так понимаю. Ой, ой, ой. Потому что там позвонила, там пропустили, там разрешили. Ну что, малышка, у нас привели в тайное место, которое не каждый знает, в Гюмри даже. И это любимое место нашей Наиры, правильно? Тайное место. Тайное, любимое место. Где я всегда открываю, пьюсь. Конечно. Отличный класс. Знаете, если что вам нужно, нужна будет Наира, знайте, она здесь. Да, реклама Кока-Кола, если что, кстати, по поводу сотрудничества, пишите на почту, указано в описании. Да, друзья, смотрите, какое лесное дерево яблочное. Нагнулись. Да, 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 ветки аж вниз. Да, одно сорви, конечно, мне красивое. Я ещё хочу показать вот такие вокруг стоги сена. Такое местечко. Привет, собачуля. Чобачка с чёрными глазами, он уже боится. Собачуля, а она ещё девочка худенькая такая, она ищет еду. Конечно. Иди еду. Я ей еду, да? Ой, Наира, что это вы там нашли? А, это тоже яблоня. Малюсенькие, да. Да, вкусные, очень-очень вкусные. Да, это... Ой, они такие прям жёлтые. Ой, аж падают уже, они такие спелые. Да, их надо собирать. Вообще они здесь пропадают. Ара, уйди от моей жены. Хочет ко мне и всё. Вот еда. Ты же не будешь есть яблочко, у нас всё равно ничего нет, малышка. Она такая добрая, что с ней делать? Ничего нету дать ей. И такой запах, друзья. Этой такой кошеной, свежевыкошенной травы. Такой вкусный, приятный запах. Вода, да. Какой айс большой, красивый. Он ещё один маленький. Да, малюсик. Ой, смотри, сколько их. Боже, какая красота. Не могу, всё, я когда... Слушайте, это их место. Какие красавчики. Вот это да. Вот это мы словили кадр. Супер просто. Подожди, они ещё летят и летят. Или у них там гнездо, или что их столько там. Вон, а если летят. Наверное, они оттуда берут еду и летят обратно, потом туда. А, собачка наш охранник. Да, с нами идёт. Ну, как тебе тут, нравится? Красивое место, реально. Да, очень. Спокойное. Такое таинственное, действительно. Недеси, недушечки. Друзья, это Гюмри, чтоб вы знали. Только птицы. И Гюмри, которое никто не знает. Да. Да, собачка? Как тебя зовут? Давай придумаем тебе имя. Сурен. Сурен ты будешь теперь. Это девочка. Это девочка Сурен. Сусан. Девочка Сурен будешь? Сусанна. Видишь, милый. Мне не понравилось. О, тут вода, можно пить. Да, маленькая река течёт. Это из того прутика, что мы сейчас видим. Да, где из ты были? Ну, давай, делай. Давай. Конечно, там сейчас такая жаришка нормальная. Ой, как тебе классно. Лелеки. Лелеки, увидели. Чуть-чуть выпил. Всё-таки чуть-чуть выпил, да? Только чуть-чуть пошёл. Случайно. А вот так хорошо. Подожди. С легким паром. Спасибо. Друзья, вот в таком месте никого здесь. Ни души, ни душечки. Только камыши, Лелеки, Наира, Акоп и Танюшка. Ага, Акопчик сделал мне такой прикид интересный. Ну, почему бы и нет, я считаю, у меня всё идёт. Ты стильная такая какая-то. Да, да, я всегда просто стильная такая барышня. Это красная крепость ещё в Гюмри есть. Это вот отсюда только единственный кусочек видно. Больше нигде не видно, да, Юнея? Да, да, единственное место, потому что это находится в военной базе. Вот это уже самая большая крепость в Гюмрии. Ну, вообще, потому что это в Армении, не только в Гюмрии. Называется Александропольская крепость. Да. Это часть этого крепости, ну, такой маленький, называется Красная крепость. Зайти туда нельзя. Пайтадзе вы ещё увидели ещё и крепость. Где наши? В Италии, пожалуйста, сначала скажу, а потом... Я вообще этого не собиралась, говорит, что вижу, Наира не против, ладно. Наира ищит хорошего, порядочного, доброго итальянца. Приглянитесь, итальянцы. И девочка в совершенстве общается на итальянском, английском, армянском языке, поэтому забирайте. Вот, смотри, Акоп не говорил по-русски, потому что я не говорю по-русски хорошо. Она сейчас понимает, что нужен итальянец. Да, да, да. Ладно, а вообще я хотела сказать, мы примчались, тоже мы тут были рядом проездом. Какое-то красивое местечко. Всё, вся лестница такая каменная. Вот такими лестницами мы идём вниз. Мне кажется, там шумит река. Не река? Не река, нет? В общем, это какое-то, я так думаю, популярное местечко. Купаются прям, да? Ой, слушайте, это всё, это моё место, я купаться... Это очень смешное оборожение, да? Нет, я купаться люблю. Я вообще готова где угодно купаться. Да, но люди бы не купаются. А, рыбы купаются, вы сказали. Здравствуйте. Ладно, тогда покажу рыбки. Какое-то место красивое. Ого, тут, конечно, рыбка-бегемоты. Посмотрите, огромная какая. Стерлиц, если я правильно говорю. Ладно, вот такое, друзьяшки, местечко. Всё деревянное. Чик-чик меня зовёт. Что там? Пам, Алёсики, слушай, значит, это тут разводят рыбку? Смотри, как интересно. А ну, пропусти-ка. Ой-ой-ой. Слушайте, это вообще, это невероятно. Посмотрите, их тут кишит просто этих рыбёшек. Да, их, видимо, разводят, выращивают в специальных каких-то таких оборудованиях. Прикол. И это всё можно увидеть вживую. Класс, мне нравится. Ой, слушайте, это какое-то прям заведение-заведение, да. Очень большущая территория, зелёная, все дела. Куда-то нас ведут ещё дальше. Ой, я же слышала вода. Конечно. Я воду же слышала. Ой, лошадка там. Это местная живёт здесь? Нет, она прибежала под водой. Друзяшки, вот такой это водоём. Ага, тоже рыба там, всё. За такой стеной. Тоже как будто бы крепость. В общем, очень даже интересно. Слушайте, смотрите, какой рост, куст рост. Я вижу, да, вон их там целая стая. Ну, или как сказать на рыб, не знаю. Прикольное место, кстати. Если вы соберётесь в такой поход, как мы, обязательно возьмите какую-то удобную обувь. Мы всегда с этой обувью не гадаем. Или не так всё дать. Да. Но, даже если не взяли удобную обувь, это не такая большая проблема. Ну, конечно, тут рыбный ресторан. Понятно, что тут котиков куча. Да. Тут моё место. Да, жаль, что мы так покушали пару часов назад, что я не смогу поесть рыбку. Да. Ну, я знаю, что я не смогу, потому что я ещё сытом буду. Давайте попробовать креветки. Что-то не сытное. Не сытное креветки, да. Не сытное – это стакан воды. Ладно, всё, смотрим меню. Друзья, Танюша хочет сообщить вам новость. Новость. Танюша в Гюмрии потеряла телефон. Как так получилось? Не помню где, не знаю где, не знаю, как так получилось. Объяснений этому нет. Да, телефон сейчас выключен. Телефон выключен, звоним. Геолокацию он не показывает, потому что он выключился. Ладно, сейчас попробуем найти, не волнуйся. Да. Если что, купим тебе новый телефон? Я хочу свой, ладно. Ну, ладно, не переживай. Не знаю, что с кем там Акша сейчас говорил, но почему-то он подошел к официанту, сказал не снимать. В общем, ребятки, даже мы вам не показывали, что мы ели, что мы пили. Немножко в расстроенных чувствах. Дождались тут конфрану, посмотрели по камерам, ничего нет. Никто ничего не увидел. Не знаю, сейчас поедем туда-обратно в поле. Спасибо. Будем искать. Может быть, он просто выпал из-за моей невнимательности. Не знаю. Ну, что, Танюшка, вот тебе приключения, Гюмри. Ничего страшного, найдем, не волнуйся. Друзья, сейчас идем, едем в другое место. Ой, первое место, куда мы заезжали. Посмотрим и надеемся, телефон будет там. Вся интересная ситуация, не интересная, а подозрительная в том, что телефон был отключен. А сейчас включен. Да, он на время выключился, вызов не шел, потом включился. Да, и мне кажется, у меня логически цепочка строится таким образом, что достали карточку из телефона, сим-карту. И включили. Но так как у меня там есть сим, виртуальная карта. Там одна была карта, которая... Одна русская карта, обычная физическая. Вторая, есть сим. Есим, короче, активен и звонок идет, но никто не отвечает. И еще версия. Телефон нашли, но не могут ответить на звонок. Тоже вариант. Такое тоже может быть. А как они не могут ответить? Ну, не знаю, двое. Солнце моё. А они знают, как взять трубку? Да, да, да. Все, поехали. Короче, Танюш, походу мы нашли твой телефон. Сейчас пришел наш спаситель, сказал, что тут можно звонить друзьям, и они дадут твой телефон. А ты должна отдать Магарич. Что отдашь? Они машину хотят. Лучше, чем эту. А ты что, Магарич, делаешь? Не знаю, что он говорит, это дедуля, но я уже люблю его. Семь лет тебе дадут. А, семь лет? А, да. А, да. А, да. А, да. Ой, кошмар. Друзья, так перенервничала. Ужас. Что, нашли. Спасибо, друзья, большое. Хорошо. Теперь решил дружочек к нам хороший. Что, иди к Танюшке. Танюшка, телефон потеряла. Скажи ей что-то. Иди, Танюшке. Скажи, Танюшка, почему телефон потеряла? Иди ко мне, да? Ты голубая. Ты такая... Такой сладкий, да? Давай, накидывай стол. Что ты сюда уводишь тему? Давайте заберем телефон. Да, а потом... Леня капля... Да, да. Я шашлык буду делать сейчас. Ну, что, шашлык нет. Только удача, да? Целекарь. Все. Попалили с Амараном. С Таганом. Тут, знаешь, как давно столько народу не было. Вот в этой зоне. Вы же, смотри, из-за тебя сколько машин уже собралось. Магар, еще не принесли. Принесу сейчас. Просто чем больше у людей узнать, чем больше подъезжает. Ты, Магарич, должна всем сделать. Ты, значит, должен, если я... Брат. У меня давно нет людей, брат. Подавай телефон. Короче, телефон оставим, все, Надя. Отдыхайте, да? Отдыхайте, да? Отдыхайте, да? Иди в подсолнышко, я в тенечек. Короче, не дает твое телефона. Отдыхайте, привет. Все приехали. Сейчас собачка сидит, меня охраняет. А ты что? Я жду телефона. Что ты хочешь сказать? Простите меня. Понятие простить. Короче, подсуетились, и что мы нашли? Телефон. Ура. Ты довольна? Он очень довольный. Возвращаемся в то же самое место. Откуда все начиналось. Все, в Гумри никто не идет снимать. Идем, идем, конечно, идем смотреть и снимать. Только сначала сюда. Опять идем сюда праздновать. Теперь, люди, пожалуйста, посоветуйте мне, что мне делать, чтобы Танюша ничего не забывала. В прошлый раз она забыла свои цепочки в джермуке. В халате, в кармане халата. Сейчас она потеряла телефон. Гюмри. В следующий раз мы не знаем, куда поедем, но как мне быть? Все, больше не надо. Жду от вас советов в комментариях. Спасибо. Короче, второй заход в это же место, в этот же ресторан. И сейчас не на нервах, спокойно посидим, пообщаемся. И покажем этот. Мы уже даже покажем, что будем кушать, потому что первый раз ничего никто не смог показать. Да, и нам не до этого было. Итак, друзья, так как мы в рыбном ресторане, наше первое блюдо. И горячий хлебушек, прям горячий. Виталик, что вы нам принесли? Криветки опять. Кривитули, да? Мы их первый раз не показали. Сейчас обязательно покажем. Первый раз Танюшка была на стрессе. Ее муж еще больше, потому что Танюшка устраивает ему. Кто муж? У тебя есть муж, да? Короче, друзья, у нас все хорошо. Телефон нашли. Продолжаем показывать прекрасный город. Вот проводим время с прекрасными людьми и ей очень благодарны. Да. Ура. Let's go. Давай, запей все холодной водой. Вот, чтобы не пью. Рыбка. Я рыбку показала. Да, сейчас будем пробовать. В общем, эта форелька очень вкусная. Беру следующую. Друзья, вы не смотрите, что мы снимаем. Кушайте спокойно. Да, кушайте. Я вас не снимаю, я вас не снимаю, я вас не беру кадр, так что спокойно пользуйтесь. Ну, это так выглядит, как мы подождем. Давай, раз, поснимай. Это рыбка очень классная. Это что вообще у нас было? Печень? Это печень. Это самое вкусное, это печень. Печень форель. Ой, какое у тебя настроение. Признаюсь вам честно, печень форель я вообще никогда не ела. Поела. Обалденно вкусно. Друзья, пробую печень. Ты думаешь, друзья верят, что ты печень пробуешь? Врешь ты? Да, верят. Ну, как? Ну, честно говоря, как печень кролика, что-то такое, я не знаю. Просто печенка вкусная. Очень вкусная. Очень вкусная печенка. Тут все натурал. Ладно. Еще вот это. Я так полагаю. Это не так кушаю. Это так? Это ты по-мажорски уже. Угу. Да, икру кушает ложка, это по-мажорски. Согласна. Там рыбка будет. Да, пробуем креветку. Все. Я на свателепону, я не хочу упокаиваться. Креветку я уже попробовал. Вкусно. Честно скажу. Бумба, да? Друзья, обязательно приходите в Гюмри. Гюмри – это совсем другая страна. Тут все по-другому вкусно. Вообще все по-другому. Да, тут так, это та же самая Армения, но тут мне слаще, как люди разговаривают, как тебе улыбаются. Это вообще другой кайф. Люди очень добрые тут и приветливые. И даже мы разговариваем со соседнего с палатом, нас поправляют или говорят то, что мы с ним подсказываем. Да, без каких-то укропов, без сил. Просто мы что-то не знаем, мы общаемся, они подсказали. Ура, приходите в Гюмри. Танюша, стерлец в каком виде, ты знаешь? Да, на костре. Шашлык. Шашлык из стерлица. Шашлык, стерлец. Вообще бомба, ракета. А что, Виталий? Виталий, спасибо вам большое. У меня там где-то Виталий? Нет. Анапа. Из Анапы, мы были в Анапе. Мы первые, что же. Я говорю, мы там были. Какая рыбка, боже, боже. Давай новая, попробуй, покажи. Все равно из Анапы, я помню, как мы полетали на этих парашютах, за катером, и мы снимали. На море? Да. Над морем, да. А я потерял эти съемки. Ой, так жалко, да. Я их даже не посмотрела. Я посмотрел разочек. Это Гюмри, умринейка, гатнэйка. Если бы были в Гюмри, мы бы нашли. Да, реально, в Гюмри вы нашли все. Что скажешь? Вот ты как не любитель рыбы, да? Тебе вкусно. Это моя любимая рыба. Да, серлистый любил, точно. Так как тут нету запаха рыбы. Очень вкусно. Вот так, друзья, тут не успеешь съесть. Как тебе уже подают следующее, да. И какой хлебушек, я тоже хочу. Я хочу это сделать, подрезать. Зачем? Есть. Будешь кушать, да? Ну, давай. Я просто хотела сказать, какие ребята тут просто ухаживают. Ой, понюхай. А ну как? Это другой хлеб. Ой, слушай. Как-то... Я не знаю, что за запах. Дай мне понюхать. Ты уже все съела. Я уже вкуснула, друзья. Я не сдержалась, так пахнет. Обычный черный хлеб. Какой-то... С какой-то суперприятным... Хочешь понюхать хлеб, не ешь? Понюхать хлеб, хочешь? Как много у вас здесь, что я понюхала, поела... Это только мы можем предложить. Хочешь понюхать хлеб? Не есть. На, не есть, не надо. Хочешь понюхать? Понюхай хлеб, не ешь. Ай, не ой. А, копчик переходит на икру. Ну, конечно. Хлебушек попробует. Да, да. Хлебушек реально вкусный. Ням-ням-ням. Правда? Так. Афганская народная икорка. Кандыкчу. Все как положено перед нами. Ты посмотри, как красиво. Да, наш Виталик. Пачи армянин. Уже слышала... Без пяти минут. Без пяти минут. Уже слышала говорить че. А еще что? Какие слова говоришь? О, видишь? Все, Виталик. Принят. Благодарим. Отобрый, добра. Все, дорогие наши, как мы любим говорить. Спасибо этому дому. Идем дальше. Идем к другому. Да, наелись. Наелись просто до отпада. Вкусно. И неповторимо. И неповторимо. Надеюсь, приедем еще сюда. Наоборот. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...